Всем привет! И в этом видео я покажу, как сделать очень свежий макияж лица. Такой макияж вы, скорее всего, часто видите в инстаграме с надписью «Я только проснулась». Хэштег «Доброе утро», хэштег «Без фильтров», хэштег «Натураль». И давайте уже начнем. Хотя это дневной макияж, круто, если у вас есть контурирующая палетка. Первым делом я беру персиковый оттенок и наношу его на место, где у меня есть какая-то синюшная. В частности, отвратительные синяки под глазами. Я думаю, разница уже заметна. Дальше я беру зеленый оттенок и буду им перекрывать все красные пятна у себя на лице. А именно, возле носа, прыщики, покраснения, растражения, все, что имеет красный пигмент. Как видите, это практически все мое лицо. Выглядит намного свежее. Теперь я беру темный корректор. Цвет слишком яркий и выраженный, но мы его перекроем, поэтому не боюсь и рисую себе скулы там, где они должны быть. Дальше пальцами все это хорошенечко растушевываю. Уже выглядит неплохо, но все-таки видны переходы. Поэтому я беру свой сиси крем от Lumine и наношу его тонким слоем на все лицо. Дальше переходим к бровям. Я буду использовать вот такой вот серый оттенок теней. Я их наношу тонкой плоской кистью. Брови я делаю более широкими, выраженными. Ну, в общем, такими, которые нужны для фоток. Посмотрите, как они круто обрамляют лицо. Я думаю, разница очень заметна. На этом можно остановиться. Но я решила продолжить наш такой вот натуральный макияж нанесением теней. Перед этим, конечно же, наношу базу в оттене. Иначе у меня все это скатается уже через 5 минут. Из палетки я выбираю вот такой вот розовый матовый оттенок. На самом деле он не очень пигментированный, но такие оттенки хорошо подчеркивают естественный цвет глаз. А на фотках нам это нужно. Дальше я беру сухой бронзер или корректор. В общем, то, чем обычно обрамляют скулы. И я буду использовать его для придания формы глазам. Набираю его на круглую кисть и буду выделять складку верхнего века. Старайтесь сразу же все хорошенечко растушевывать. Иначе все это очень сильно видно. Дальше я беру более темный оттенок коричневых теней. И совсем чуть-чуть капельку наношу на внешнее веко. И растушевываю опять же по складке. Это добавляет немножко рельефа и глубины взгляда. Также то, что осталось на кисть от этого оттенка, я наношу по линии нижнего роста ресниц. Дальше я беру самый светлый матовый оттенок, набираю его на кисть и ставлю во внутреннее веко растушевываю. Просто для того, чтобы освежить взгляд. Остатки переношу под бровь. Ну что, тени на глазах мы уже расставили. Теперь нам нужно подчеркнуть ресницы. Но сделать это не очень явно. Поэтому я беру черный карандаш и делаю самую неприятную вещь в мире. Это прорисовываю ресничный ряд. Конечно, не самое приятное занятие, но эффект выходит очень натуральный. Кстати, вывожу эту подводку в маленькую полупрозрачную стрелку, для того, чтобы удлинить немножко глаз. Дальше все стандартно прокрашиваю тушью ресницы, но старайтесь не переборщить. Пусть это будет очень натурально. Дальше, не жалея, наношу румяна на яблочке щечек и продвигаюсь вверх по скулам. Мне кажется, в натуральном макияже розовенькие щеки это прям must have. Ну и последний этап это губы. Я решила взять обычный бальзам, который ухаживает за губами, а также придает им красиво блеск и объемы. Открываю баночку, целую бальзам и в итоге у меня получается ухоженная и блестящая губа. Так, ну что, мне пора распустить волосы и вот такой вот образ у меня получился. Очень хорошо смотрится на фотках, типа в постели, типа проснулась, типа клацаю телефон. И вот за счет того, что камера немножко съедает интенсивность и выглядит, как будто вы вообще не накрашены. И вы вот так вот просыпаетесь каждое утро. Надеюсь, вам было это видео полезным или интересным. Не забывайте поставить пальчик вверх, если это так. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А я вас всех целую и пока! Субтитры сделал DimaTorzok